Драгоценный рад быть вместе с вами. И сегодня у нас была вторая свеча, зажжена вторая свеча Адвента. И вообще само, как мы говорим, ожидание Рождества не менее важно, чем рождественский праздник. Когда мы ожидаем, когда мы настраиваемся, когда мы готовимся. И я хочу, чтобы вы сейчас обратили ваше внимание на экран и маленький кусочек из Евангелия посмотрим, а потом продолжим. Кто больше в Царстве Небесном? Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Знаменитые слова нашего Господа Иисуса Христа, которые Он произнес в ответ на вопрос, кто же больше в Царстве Небесном. И, конечно же, когда мы думаем о детях, мы же думаем не только о том, какие они хорошие. Дети могут быть и капризными, дети могут быть и непослушными, дети могут быть очень эгоистичными. То есть, конечно же, Иисус здесь не идеализирует детей, что там дети какие-то совершенные, но с каждым годом они все хуже, хуже и хуже становятся. У детей, как у всех людей в этом греховном мире, есть немало плохих качеств. Но когда Иисус в ответ на вопрос, кто же больше в Царстве Небесном поставил ребенка и стал говорить о ребенке, то, конечно же, он имел в виду какие-то положительные качества, которые мы с годами, когда мы взрослеем, когда мы мудреем, тем не менее, важно вот эти хорошие положительные качества не потерять нам в нашей жизни. И вы знаете, когда мы говорим о детях, можно много о чем говорить. Я хотел бы сегодня показать вам пять качеств детей, которые, я считаю, мы, как верующие, должны сохранять спустя время, годы проходят, но эти пять качеств важно не потерять. И самое первое качество, самое первое качество, давайте откроем второе послание Коринфянам, 12 главу. И, знаете, доску можете занести на сцену. Я, наверное, буду записывать, чтобы было ясно, чтобы было наглядно. Вот. Да, можете доску занести. Давайте прочитаем второе послание Коринфянам, 12 главу, 14 стих. Вот апостол Павел в церкви коринфянской пишет. Вот, в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. И самое, я думаю, первое качество, да, которое благословенно и которое важно сохранять, и которое, конечно же, сразу же напрашивается, когда мы думаем о детях, это что? Как вы думаете? Я думал, вы все назовете. Когда мы думаем о детях, какое качество сразу? Любовь. Почему любовь? Послушание, конечно. Когда мы думаем о детях, первое, что всплывает, послушание. У нас четверо детей, прямо один послушнее другого. Дошло до четвертого, это самый просто послушный уже. Идея. Конечно же, правильно кто-то назвал, доверчивость. Но когда мы думаем о детях, дети какие? Доверчивые. Доверчивые. Первое качество. Доверчивость. Я думаю, тут самый классический пример, когда мы говорим с вами о доверчивости. Дети любят совершать какие-то рискованные поступки, если родители, папа находятся рядом. Правда же? Ну, вот у нас и дочери, и сын тоже куда-нибудь там заберутся. Сын у меня любит куда-нибудь там на стенку, на шведскую стенку залезть. И там кричит, папа, лови меня. И вот я вот подхожу, и он сверху говорит, папа, лови меня. И прыгает. Я говорю, сынок, ты аккуратнее прыгай, потому что я еще, бывает, только подхожу, а он уже прыгает на руки. И у него даже сомнений нет, что папа его поймает. Правда же? Нет даже сомнений. Детям несвойственен цинизм, скептицизм. Ну, представьте себе, ребенок циник, да? Или скептик, да? Там, сын, пойдем кушать. Сомневаюсь, что еда готова. Нет. Если он может и не идти, но не потому, что он сомневается, что готова еда, да? Он доверяет, готова, значит, готова. Поэтому дети, они часто верят в сказки, верят в чудеса. Правда же? Вот такая открытость, определенная доверчивость, да? Простота. Вот. И не случайно, вот смотрите, вот в словах Иисуса Христа, вот он говорит, и кто примет одно такое дитя во имя мое, вот пятый стих, 18 главы Евангелия от Матфея. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. И шестой стих, смотрите, Иисус говорит, а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Когда он пишет в пятом стихе, кто примет одно такое дитя. С одной стороны, конечно же, я так рад, когда и у нас в церкви все больше семей, которые принимают детей, потому что это большой труд, принимают детей, усыновляют, удочеряют, заботятся о них. Это, конечно, важно, но я не думаю, что здесь говорится только о том, что мы должны принимать детей из детских домов. Для родителей важно знать, что мы должны также уметь с вами и своих детей принимать. Когда они тянутся к нам, я вот смотрю сейчас на нашего младшего шестилетнего сына, который настолько тянется, вот сегодня с утра, как вы думаете, кто первый прибежал ко мне, меня будить? Конечно, он. Он вскакивает и тут же несется ко мне в комнату с криками, с криками папа. А мы, бывает, так часто заняты, мы, бывает, так часто вот... У нас нет времени на детей. И вот они приходят, а у нас нет. Потом, спустя годы, мы вдруг понимаем, что с детьми надо общаться, но уже им неинтересно. И уже пытаешься, вот, сынок, давай, давай, говорит, пап, мне некогда. И вот есть вот это удивительное время, когда дети тянутся к нам вот с этим открытостью, вот с этим состоянием доверия, доверия, да? И важно уметь принимать своего собственного ребенка, чтобы он ощущал любовь в своей семье. Он ощущал себя принятым, что вот он такой. И вы знаете, именно эта вот любовь и принятие в детстве вырабатывают нам, в нас уверенность, которая с нами многие-многие-многие годы потом. Мы уверены, мы смелые. Мы, вот, я часто думаю, вот, я вырос в обычной советской семье, да? Что там, что они были какие-то особо богатые? Нет, как-то не было особо богатых, не было особо бедных. Все примерно получали на разных работах одинаковые примерно зарплаты, да? Так же, так же все было. Но вот, вы знаете, вот та любовь, которую я ощущал в детстве, выработала во мне уверенность. Уверенность, которая со мной годами. Часто я, когда общаюсь с верующими, общаюсь с христианами, которые выросли в других семьях, я вижу, что нередко люди талантливые, красивые, настолько неуверены в себе, настолько у них внутри неуверенность. Кажется, почему? У них есть все, чтобы быть уверенными. И потом начинаешь с ними общаться, начинаешь разговаривать. И видно, что в детстве они не ощущали любовь, не ощущали вот это принятие. Как важно уметь принимать своих собственных детей, находить на них время. С другой стороны, Иисус показывает нам, что у доверчивости есть и другая сторона, когда можно воспользоваться доверчивостью, чтобы навредить человеку. Иисус сказал, кто соблазнит кого из малых сих. Это, конечно же, и в отношении детей очень важно быть мудрыми в отношении детей. Очень важно не совершать никаких ужасных дел в отношении детей. Но также в отношении духовных детей мы должны быть внимательны. Насколько дети доверчивы, настолько мы должны быть внимательны, чтобы не посеять какие-то негативные вещи в их жизни, в их сердца. Вот это доверчивость, важное-важное качество. Из доверчивости выходит следующее качество. Дети доверяют своим родителям, доверяют папе, доверяют маме. Поэтому они беззаботны. Двизы? Так, красиво. Беззаботность. Конечно, там можно было и сэ написать. Без заботности, да, есть такой? Ну, можно и сэ. Они доверяют своим родителям, поэтому беззаботны. И не видел детей, которые бы переживали о том, а что же они будут кушать завтра. Сидит младенец в песочнице, играть не может, потому что не знают, что он будет есть завтра. Или переживают о следующей зимой. Что же он наденет? Потому что из своей зимней одежды прошлого года он вырос. И он не может нормально радоваться, не может нормально играть. Они доверяют своим родителям, поэтому они беззаботны. Беззаботны. Давайте откроем первое послание Петра, пятую главу, седьмой стих посмотрим. Вот это вот, понимаете, ощущение своей зависимости от родителей освобождает от переживаний. И вот точно так же уже для верующих апостол Петр пишет. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он наш Господь». Что делает? Печется о вас. Видите, осознание своей зависимости от Бога, доверие Богу, доверие своему небесному Отцу приводит к тому, что вот тут у нас нет забот, у нас нет забот. Конечно же, мы как взрослые, мы должны планировать, мы должны, да, у нас есть планы, но при этом важно уметь не жить с заботами, не жить в постоянных вот этих переживаниях, как живут дети, они так живут. Интересно очень, вот эта истина, как отображается в том, что апостол Павел пишет уже о браке, о семье. Вот смотрите, первое послание к Коринфянам, седьмая глава, двадцать девятый стих. Вот апостол пишет. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающиеся, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот интересно, что порой люди берут последний стих, 35 стих, и говорят, мы должны служить Господу без развлечения. То есть все должно быть очень серьезно, никаких развлечений. И доходит до того, что уже верующим нельзя никуда, ни в театр, ни в кино пойти. Слышали такие вызовы? Без развлечения. Греческое слово, которое у нас и на дальнем переводе переводится как развлечение. В действительности это слово переводится дословно отвлечение. Апостол говорит, служите Господу, не отвлекаясь. И все это, то, что он пишет здесь в 35 стихе, конечно же, связано с тем, что он говорит раньше. Здесь идет речь не о том, что мы не должны в театры ходить или еще куда-то. Здесь говорится о том, что есть разное направление. Почему, например, в этом мире часто считается, что вот важно, одно из важных вещей создать семью. Ну, семья, конечно же, это благословение от Господа, но в то же самое время мы все разные, и у нас разное призвание. И те люди, у которых нет семьи, это не означает, что они уже на этой земле вообще непонятно для чего живут. А когда слушаешь некоторые христианские учения о семье, вот такое и складывается впечатление. Да, конечно, хорошо иметь благословенный брак, да, но в то же самое время жизнь без брака, это не какая-то пустая, не какая-то ненужная жизнь. И апостол Павел как раз пишет об этом. Мы знаем, что у апостола Павла, вот в его служении, когда он занимался служением, он был неженатый. У него не было семьи. И он говорит, что, безусловно, семейная жизнь, она требует определенных забот, определенных переживаний. И все семейные это скажут. Аминь. Бывало так, вот у семейных спрашиваю, бывало так, что ваша семейная жизнь мешала вам служить Господу? Или семейная жизнь бывала так, что мешала вам молиться? Такие происходили разговоры внутри семьи, между вами, тобой и твоей супругой, или тобой и твоим мужем, что потом вообще трудно было думать о небесном. Бывало, да? Заботы, или бывают такие заботы, такой семейный вечер, что молиться потом вечером трудно. Бывало так, а? Конечно же, то есть любая семейная жизнь, так или иначе, она связана с определенными заботами. Вот почему апостол Павел говорит, что вот часто вот эти мирские заботы, переживания, в том числе и семейные, могут нас отвлекать от служения Богу. Это не то, что теперь семейные люди грешат, или путь семейной жизни, это какой-то неправильный путь. Это говорит о том, что у каждого из нас свое призвание. И когда в этом мире, да, часто вот там человеку уже за 30 лет его начинают атаковать, что это ты там до сих пор не замужем, что это вот это, уже пора бы уже было, ты уже как-то. Потом люди приходят в церковь, и они слышат тут такие же, те же самые разговоры. Мы ничем не отличаемся от мира, как будто вот этот мирской план успешной жизни, он точно такой же у нас. Но это неправда, неправда. Один живет, у одного одно призвание, у другого другое призвание. Об этом пишет апостол Павел, и он показывает, что даже в жизни без семьи есть определенные преимущества. Об этом здесь пишет апостол Павел. Потому что семейная жизнь, он это ясно излагает, так или иначе связана с заботами. А мы призваны, конечно же, прежде всего, служить Господу, служить Божьему Царству. И поэтому в плане беззаботности неженатые, и тут все семейные должны признать, что неженатые имеют определенные преимущества. И все женатые доскажут. И вот исходя из беззаботности, мы можем перейти к третьему. Дети беззаботны, и поэтому, вот правильно, и поэтому они радостны. Третье качество – радость. Ты скажешь, пастор, а что, взрослые не бывают радостные? Бывают. Я вот интересную статистику читал детской психологии, что ребенок в среднем в сутки улыбается 400 раз. В среднем. А взрослые, как вы думаете, сколько? В среднем улыбается. Сколько? Ну нет, это совсем какие-то вы грустные. Это же совсем. 17. 17 раз в среднем улыбаешься. Повернись к ближнему, улыбнись. Пятый раз. Я очень надеюсь, что верующие улыбаются чаще. Потому что мы же как дети все. Может быть, не 400 раз, но хотя бы соточку-то должен в раз в день улыбнуться, да? За собрание раз 40-50 надо успеть сделать воскресное улыбок друг к другу. Они радостны, потому что, безусловно, радость, она связана с беззаботностью. Смотрите, филиппийцам 4 глава. 4 стих. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю. Радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. И вот смотрите, 6 стих. Не заботясь ни о чем. То, что мы с вами говорили, да? Беззаботность связана с радостью. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания. Радуйтесь пред Богом. Видите, мы не заботимся, поэтому радуемся. А радость, вот здесь апостол Павел показывает, связана с кротостью. Когда ты чувствуешь на себе бремя, какой-то груз, что-то кому-то доказать. Или защитить свою позицию, доказать себе или окружающим людям. Это не дает тебе радоваться. Мы часто думаем больше о том, что про нас думают окружающие. Дети не переживают за свой авторитет. Он когда в песочнице, он не думает так, чтобы обо мне что-то не подумали, я должен быть серьезен. Нет. Они радостны. Почему? Потому что они просто есть. Они просто есть, да? Даже если они расстраиваются, заметьте, как у детей быстро меняется настроение. Вот он только плакал, минута и уже бегает ржет. Как так удается, да? Мы, бывает, со своей грустью можем ходить днями. Ходишь и грустишь, да? Или гневаешься и грустишь. Тебя обидели, ты ходишь недовольно. Скажешь, как, пастор, я могу радоваться в моей жизни, такие ситуации. Дети бывают радостны. Всегда. Всегда. Я даже помню, когда мы смотрели фильм художественный про Вторую мировую войну, про концлагерь, и там показывали детей, даже в концлагере, даже в детском концлагере, они находили возможность смеяться. Я не к тому говорю, что мы должны радоваться плохим условиям нашей жизни, но мы должны уметь радоваться всегда. Всегда. Независимо от сложности, независимо иметь радость. Почему? Потому что мы беззаботны. Почему мы беззаботны? Потому что мы доверяем Богу, который печется о нас. Я вам напоминаю, что апостол Павел написал послание к филиппийцам, где вот эти знаменитые слова «радуйтесь всегда в Господе». Он их написал, находясь где? В темнице. Прямо скажем, не самое лучшее место для радости. Но наша радость должна зависеть от нашего единения с Богом, от нашей веры. Доверчивость, вера идет в начале. И поэтому мы доверяем Богу в любой ситуации. И можем всегда радоваться. Можем всегда радоваться. А радуются, думаю, одной из причин, почему они радостны. Такое качество детское. Я вам сейчас поясню. Жизнь настоящим. У детей, конечно, есть память. И если им там что-то обещали в воскресенье после собрания, они думают о будущем. Но в основном, обратите внимание, дети живут не прошлым и не будущим. Дети живут настоящим. Они часто захвачены тем, что делают. Если они играют, они просто полностью в этой игре. Живут настоящим. Вот они живут. И поэтому они могут увидеть часто то, чего мы не замечаем. Какой-то интересный камушек на дороге. Ты вообще проходишь, для тебя это просто дорога. Они живут в это время. И они видят то, чего даже взрослые не могут увидеть. И тут очень важна одна вещь, когда мы говорим про жизнь настоящим. Смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 14 глава, 20 стих. И вот смотрите, апостол Павел пишет. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетними». Дети могут делать злое? Конечно, могут. И все родители доскажут. Аминь. Но апостол Павел, смотрите, здесь интересная вещь показывает, что злое, то, что делают дети, вот какие-то плохие вещи, которые они делают, отличаются часто от того, что делают взрослые. В чем отличие? Дети очень многое делают случайно. Ну там, из-за того, что они просто неуклюжие в детстве. Он прошел там, опрокинул любимую мамину вазу, и ваза упала. Да? Часто мы, взрослые, взрываемся. Он не понимает, сколько эта ваза стоит. Это такая дорогая. Мы были там где-то в отпуске, где-нибудь в Египте, привезли эту вазу. Так долго ее везли, переживали. И он пробежал в один момент, он ее разбил, и все. Но это не специально происходит, во-первых. Во-вторых, даже когда делают дети зло специально, они это делают под влиянием сиюминутной ситуации. Они просто не справляются с эмоциями. Например, там мама сказала, сегодня шоколадку кушать не будешь, потому что ты не съел кашу. И сын может в гневе на маму. Бывает такое? Зло, да? Да, как проявление эмоций. Но, послушайте, дети не планируют зло. Ах, я не могу есть шоколадку. И он задумал отомстить маме своей. И ходит неделями, вынашивая план мести. Нет. Дети не планируют зло. Они либо делают его неосознанно, либо под влиянием. Ситуация каких-то эмоций, с которыми они не могли справиться. Но потом проходит ситуация, они так быстро забывают обиды. Правда же? Они не ходят с обидой или с жаждой местью днями, неделями или месяцами. Нет. В отличие от взрослых. И поэтому, вы знаете, понимание этого очень важно, потому что, смотрите, у того же апостола Иоанна есть некоторые слова, которые нам, кажется, противоречат друг другу. Вот смотрите, первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна. Вот знаменитые слова в первой главе в восьмом стихе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Третья глава этого же послания. Девятый стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Кажется, что апостол Иоанн противоречит сам себе. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть грех у нас, получается, есть. И тут же он говорит, «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Если всякий, рожденный от Бога, не грешит, и в то же самое время, если мы говорим, что не имеем греха, то мы, значит, обманываем сами себя, получается, рожденных от Бога не существует. Так же можно сделать вывод, да? Не существует. Но мы понимаем, что, конечно же, рожденные от Бога существуют. Скажи ближнему, да, они существуют. Может, на меня посмотреть. Что же здесь имеет в виду апостол? Да, конечно же, апостол имеет в виду вот эти вещи. Да, мы, мы верующие, мы порой можем делать какие-то вот либо плохие вещи, неосознанно, не понимая, либо под влиянием ситуации. У нас у всех есть плоть, и мы, бывает, не можем с ней справиться. Понимаете? Не можем, не можем с ней справиться. Я как-то, помню, вам рассказывал такую про себя негативный пример. У пастора тоже бывают вещи, за которые ему стыдно. Помню ситуацию, когда несколько лет назад были популярны в молодежной среде рэп-баттлы, и я посмотрел рэп-баттлы, и я вдруг увидел, что, оказывается, вот эти молодые рэперы, это совсем не те ребята, кто я думал раньше, какие-то простые, с рабочих окраин, необразованные. Вдруг увидел, что там есть очень интересные, очень талантливые ребята. И я стал смотреть какое-то время, стал смотреть рэп-баттлы, мне было интересно, но там была одна проблема. В этих рэп-баттлах очень часто употреблялась ненормативная лексика. И я думал, ну ничего страшного, я же пастор, я же духовный человек, я талантливый какие-то там патчи буду выслушивать, а ненормативная лексика, она потом не прилипнет ко мне, я же духовный человек. И вот я помню, что как-то была такая ситуация, я ехал на машине, и вдруг кто-то подрезал меня, причем очень таким наглым способом, прям чуть не сделав аварию, я увидел этого наглеца, задние фары его машины, и я вдруг заметил, что внутри меня, в адрес этого лихача, в общем, не благословил я его, нет, когда я вдруг почувствовал, что я обматерил, скажу прямо, хоть и про себя, ну, этого человека я понял, и к духовным людям, бывает, прилипают плохие вещи, поэтому не случайно, помните, в псалнах написано, не положу непотребные вещи перед очами моими, потому что, ну, вот, кажется, я духовный человек, ну, непотребная вещь, но я такой духовный, на меня это не будет воздействовать, но какой бы, знаете, какой бы крепенький, сильненький, молоденький, пупырышный огурец бы не был, но если ты его положишь в банку с рассолом, он хочет, не хочет, все равно осолиться, правда же? Важно, что нас окружает, в каком мы окружении, это и люди, которые нас окружают, если люди вокруг нас негативные, но это пропитает нас, нет, я заряжу их своей радостью, ну, сам посмотришь потом, поэтому очень важно, что мы смотрим, что мы слушаем, очень-очень важные вот эти вещи, очень важные моменты, вот, и, и, но теперь, вот какая-то ситуация, мне стало буквально через секунду стыдно, я покаялся при Богу, говорю, Господи, благословляю его, и ты благослови, если можешь, этого водителя, вот, но только, и я к чему это говорю, к тому, что у нас, у верующих, может что-то вырваться, может, вот, как вот бывает, произойдет, да, но, когда ты осознанно живешь, планируя зло, планируя неправду, планируя зло в отношениях ближних своих, значит, ты не рожден от Бога, рожденный от Бога, да, не грешит, то есть не живет в осознанной лжи, в осознанном, в осознанном планировании зла, это говорит о том, что у человека нет Бога, если там, ты живешь местью, ты живешь осознанной обидой, нет, у нас может вырваться, у нас может что-то произойти, как у детей, но дети быстро об этом забывают, они не планируют зло, вот, в этом и разница, с одной стороны, рожденный от Бога не грешит, не живет в осознанном грехе, с другой стороны, да, все мы согрешаем, кто говорит, что не грешит, обманывает сам себя, вот в этом мы должны уподобиться детям, да, пока мы на земле, ну, что-то может вырваться, или неосознанно, или под влиянием эмоций, или ситуации, но жить во зле, жить в осознанном грехе, жить в осознанном планировании греха, верующие не могут, потому что мы живем с Духом Святым, а Дух Святой, это Дух Святости, Дух Чистоты, и все доскажут. Аминь. И последнее, пятое, поскольку дети, мы говорим, живут настоящим, им жить интересно, и есть такое качество, любознательность. Им интересно жить. они пробуют что-то новое, они исследуют, и благодаря этому растут, благодаря этому развиваются. это важнейшее качество, которое мы, как взрослые, должны сохранить в себе. Потому что я иногда с грустью отмечаю, как у людей, знаете, с годами, вот их открытость, любознательность, жажда исследовать, узнавать новые вещи, оно словно постепенно сокращается. Это как, знаете, как-то постепенно шоры надевают на глаза, которые все сужаются, 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 и человеку все больше и больше становится неинтересно. Это неинтересно, это неинтересно, это неинтересно, это неинтересно. И доходит до того, что уже бывает с возрастом, человеку вообще ничего неинтересного из того, что происходит сегодня. Они только могут вспоминать прошлое, вспоминать свою молодость, юность свою вспоминать. Это и есть старость. Я абсолютно убежден, что старость – это то состояние, когда для тебя прошлое интереснее настоящего. С одной стороны, мы должны помнить прошлое, мы должны быть Богу благодарны за все, что Он совершал в нашей жизни в прошлом. Но мы не должны жить прошлыми вещами, мы должны жить в настоящем. То, что мы говорили в четвертом – в настоящем. А жить в настоящем – это быть любознательным, открытым. Что значит жить в настоящем? Когда тебе интересно то, что происходит сейчас. Тебе интересно слушать, тебе интересно воспринимать. Интересны те вещи? Мне интересно, мне интересны вещи, которые вроде бы впрямую не относятся к моей жизни. Мне интересно в том числе то, что я рассказывал, и молодежная какая-то культура. Скажешь, пастор, ну это же другая уже музыка. Да, другая. Я не скажу, что она меня цепляет сильнее, чем то, что, положим, я люблю. Но мне это интересно. Это большой кругозор. Ты готов быть открыт для новых вещей. И поэтому ты готов расти, и ты готов развиваться. И драгоценное – это так важно в нашей христианской жизни. Потому что в христианской жизни нашей, да, такое ощущение, что мы точно так же, вот, вначале мы такие открытые, искренние, да, готовы воспринимать новое, да. То, что идет, то, что, может быть, идет даже вразрез с тем, что мы думали раньше. Мы приходим в церковь, многие какие-то свои догматы жизненные оставляем. Но уже став христианами, вот такое же ощущение, та же самая картина. Вот словно зашоренность приходит, зашоренность, зашоренность. Люди уже не открыты для нового. Они абсолютно убеждены там, что то, что там их учили, вот это неизменно. Но есть какие-то новые вещи, которые ты снова можешь, как бы, воспринять в своей жизни, выучить, открыть для себя. Это вот интерес, вот эта жизнь в настоящем приводит к тому, что тебе интересно жить. Вот смотрите, 1 Коринфянам, 13 глава. Апостол Павел пишет здесь о любви. И в конце главы, 10 стих, пишет. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, то оставил младенческое. И вот кажется, что здесь, видимо, какие-то противоречия словами Иисуса Христа. Иисус говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А апостол Павел говорит, что я оставил младенческое. Конечно же, мы понимаем, тут нет противоречия. Павел показывает другую грань. Именно открытость, любознательность помогают нам расти. Помогают нам двигаться вперед. Помогают нам развиваться. И очень интересно, казалось бы, противоречие. Но оно только видимое противоречие. Чтобы развиваться и достигать совершенства, необходимо в любом возрасте сохранять в себе вот эту детскую любознательность. Заинтересованность, открытость для новых каких-то вещей, для новых открытий в своей жизни. Вот у меня так было на моем христианском пути. Когда мне после двух десятков моей христианской жизни стало казаться, что я в христианской жизни уже все знаю, все видел, совсем знаком. Знаю, что происходит в разных конфессиях, знаю, что происходит в духовной жизни, в молитвенной жизни. Знаю, как может Бог касаться, переживал на собраниях, на конференциях. Знаю, в общем, христианскую жизнь. И уже ничего нового для меня в духовной жизни, казалось бы, быть не может. И насколько я был поражен, когда именно вот после двух десятков моей христианской жизни я вдруг начал переживать то, что вообще никогда не было до этого в моей жизни. Такие Божьи прикосновения. Почему? Потому что я был открыт для новых вещей. Я был открыт. У меня была любознательность. Я так благодарен Богу, что я не остановился, не стал вот этим всезнайкой христианской, которые вот там знаем, плавали, плавали, знаем. Все, все знает. Все он видел. Вот быть таким открытым, как ребенок. Открытым для чуда. Открытым для новых вещей. Для новых переживаний. Для новых откровений. Для всего нового. Быть открытым и не зашориваться, не ограничиваться. Тогда ты сможешь быть молодым. И в старости молодым, полным жизни, полным радости. И вот, вы знаете, я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили внимание, вот, а как это в моей жизни? Не стал ли я скептиком? Таким христианином, скептиком? Остается ли мне вот эта доверчивость? Доверчивость Богу. И вот, ты просто полагаешь на Него всем своим сердцем. И поэтому ты, даже в трудные времена, сохраняешь беззаботность. Да, бывает трудно. Да, бывает тяжело. Но ты доверяешь Богу, то, что Он печется о тебе, заботится о тебе. А если Он заботится о тебе, ты, как ребенок, можешь быть беззаботным. У тебя есть Отец, который любит тебя. Беззаботность не означает, что мы теперь ничего не делаем. Мы ленимся. Нет, мы делаем то, что от нас зависит. Но при этом мы доверяем, что даже если что-то будет, что мы не сможем сделать, Небесный Отец позаботится о нас. Правда же? И поэтому мы радостны. Мы радостны. Радость христианина не означает, что мы теперь такие ходим все время, улыбаемся все время. И радость точно так же не означает, что мы такие оптимисты. Вы знаете, я думаю, оптимизм, вот это вот замена счастью. Когда нет счастья, люди стараются быть оптимистами. А я верю лучше. Нет. Счастье – это не веру в лучшее. Счастье – это состояние. Состояние радости. Ты радостный. Почему? Потому что ты доверяешь Богу, который заботится о тебе. И ты все заботы возлагаешь на Него. И ты можешь радоваться, когда трудно, когда тяжело. И из-за этого ты живешь настоящими вещами. Это не значит, что ты не помнишь, что было. И не планируешь будущее. Но ты как ребенок. Ты не живешь в прошлом. Ты не живешь в будущем. Ты живешь тем, что происходит сейчас в твоей жизни. Это очень важное качество драгоценное. Это качество ребенка. Потому что, к сожалению, вот с годами мы вот из этого состояния выходим. И большую часть времени живем либо вспоминая что-то в прошлом, либо думая о чем-то в будущем. И таким образом мы не живем в реальности. Мы живем где-то в наших мыслях. И тут же опять заботы возникают, недоверие возникает, печаль приходит. А ребенок живет в настоящем. И даже если что-то его огорчило, и он там орал на весь дом, через минуту он уже ходит и смеется. И о недавней трагедии только могут быть вот какие-то красные глаза еще свидетельствуют. Но уже под красными глазами веселая улыбка у него. Качество. Бывают вещи, которые нас огорчают, но мы не живем в печали. Верующий, он может опечалиться, может огорчиться, может разозлиться. Но радость должна быть главным состоянием нашей жизни. Это не то, что мы живем в тоске, живем в печали, и иногда порадуемся чуть-чуть, посмотрели веселую передачу, посмеялись. Нет, мы живем в радости. Да, мы можем огорчиться, можем опечалиться, можем поплакать, но радость должна быть главным состоянием нашей жизни. И мы живем в настоящем, да? Живем в настоящем. Мы живем тем, что происходит сегодня. Нам интересно. Живем тем, что происходит сегодня. Я не понимаю верующих, которые говорят, вот я хотел бы там жить когда-то, вот в те времена. Да я даже во времена Иисуса не хотел бы жить, потому что если бы лучше для меня было жить во времена Иисуса, я бы жил в то время в Израиле. Но в лучшем для меня жить сегодня здесь, не в Израиле. В лучшем. Бог меня поместил здесь. Я живу в настоящем, а не тем, что могло бы быть, могло бы случиться, но по каким-то причинам не случилось, и поэтому я печален, я все время хожу в заботе и никому не доверяю. И жизнь в настоящем, она связана, как мы говорили, с любознательностью. Тебе интересно жить в настоящем? Ты открыт для настоящего. Открыт для новых вещей, для новых переживаний, для новых откровений. Открыт, любознательный. Видите, как из-за одного связано с другим, все вещи взаимосвязаны. Опять-таки, я еще раз хочу подчеркнуть, Иисус здесь не идеализирует детей. У детей есть те качества, которые нам лучше не перенимать. Но Иисус показывает нам на те хорошие качества, которые должны оставаться с нами всю нашу жизнь. И каждый верующий да скажет Аминь. Вы знаете, мне почему-то очень хотелось об этом с вами поговорить перед Рождеством, потому что ведь не случайно говорят, что Рождество – это такой детский праздник. Когда даже взрослые в чем-то превращаются в детей. И видите, мы украсили сцену, да? Казалось бы, что, пастор, вот если мы тут елочные ветки положили, огоньки сделали, вертеп поставили, что сила Божья будет мощнее действовать у нас на собрании? Нет. А какой смысл этого? А никакого? Радость просто. Детство. Весело. И очень важно, чтобы на Рождество, то, что мы делаем традиционно в нашей семье, мы и дом украшаем. Если бы не моя супруга, скорее всего, эти украшения бы круглый год были у нас дома. Это она требует весной убрать елку. А мы с детьми веселимся и хороводы водим. И уже потом однажды приходим, а мама все убрала. Ну, повозмущаемся немножко и опять радуемся. И вот это, знаете, состояние детства, внутреннее состояние, оно должно быть с нами не только во время этого Рождества. Важно его хранить в себе. Хранить в себе. Это не то, что ты маленький какой-то, ничего не знающий, глупый. Нет, будь мудрым. Будь там профессионалом в своей сфере. Но при этом оставайся внутри этим ребенком. Оставайся внутри. И я помню, как однажды в молитве пережил такое вот состояние, когда я вдруг во время молитвы ощутил, что вот то же самое состояние вот внутри себя, которое у меня было в детстве, оно и сегодня. Вот это осознание «я есть». Вот это осознание, что ты существуешь. Со временем тело меняется. Там медики говорят, что каждые 7 или 8 лет, не помню, все клетки нашего организма полностью обновляются. Вот. Поэтому уже какой-то у меня по счету мясной костюмчик, я не знаю, но уже... Я седьмой донашиваю, получается, уже. Но уже готовит мне Господь восьмой, надеюсь. И точно так же в нашем уме многое меняется. Мы-то какие-то знания получаем, информацию там, там образование, опыт, сын ошибок трудных. Вот. У кого-то гений парадокса вдруг. Вот. У нас есть вот это все. Вот знаем, мы меняем наше мышление. Вот это внутреннее состояние. Ведь не случайно говорят, да? Не только верующие говорят, что важно вот ощутить в себе этого ребенка. Потому что ты точно такой же вот внутри. Останься таким же. Не потеряй доверчивость, не потеряй беззаботность, не потеряй радость. Живи в настоящем. И оставайся любознательным. И тогда сколько бы тебе не было лет, тебе самому будет интересно жить. И вокруг тебя людям будет интересно. Потому что живущие такой жизнью к ним притягивает людей. К детям тянет. Интересно наблюдать. Даже вот когда вот мы сидим, там они играют. Интересно. Интересно смотришь, наблюдаешь, там что-то такое. Наш сын вот сейчас у нас спектакли репетируются к Рождеству. И его взяли в спектакль козленком играть. Козленком. И он приходит и говорит, папа, меня козленком выбрали. Я, конечно, хотел играть волка. Но мне сказали, я мал, мне пришлось играть козленка. Он мне говорит, ну ничего, говорит папа, я не просто козленок. Я старший козленок среди средних. Нашел, да? Он не мог волка, но он нашел радость. Он старший среди средних. Поэтому он даже этому радуется. Я его спросил, а сколько там средних козлят? И он говорит, я один. Один. Понимаете? Но он старший среди средних козлят. Да еще, да? Люди, которые вот сохраняют в себе, как вот это детство, то хорошее, что как раз и подметил Иисус, да? С ними интересно, им самим интересно жить. А когда тебе самому интересно жить, то вокруг тебя с тобой интересно жить. К тебе притягивают людей. Давайте закроем глаза. Склоним голову. Я хочу, чтобы каждый подумал, вот как в моей жизни. Да, можно пока не убирать. Давайте оставим вот эти пять качеств. Пускай они будут написаны. Как в твоей жизни ты сохраняешь ли эти качества? Доверчивость, беззаботность, радость, жизнь настоящую и любознательность. Всемогущий Бог, я благодарю тебя, Бог, чтобы, что ты родил нас словом истины, и ты сделал нас твоими детьми. Мы твои дети, твои сыновья и твои дочери. И я прошу тебя, Господь, чтобы мы хранили в себе все самое лучшее, что есть в детях. Чтобы с годами, с возрастом мы не становились ограниченными, циничными, скептиками, недовольными, которые никому не доверяют. И живут только заботами века сего, сиюминутными делами. Я молю, мой Бог, чтобы в эти предрождественские дни мы не только вникали в Писание, но мы вникали в себя. Храним ли мы этого ребенка внутри себя? Остаемся ли мы такими же живыми, непосредственными, открытыми? Радостными, любознательными? Не стали ли мы слишком старыми, недовольными, скептичными? Живущими в прошлом? Коснись, Господь, каждого, каждого Бога. Чтобы мы дали свободу этому ребенку внутри нас. Жили настоящее, мы сами были настоящими. Коснись наших душ, наших сердец, Господь. Мы хотим в это Рождество радоваться, как дети, быть открытыми, как дети. Благословимый Бог в эти праздники. Чтобы мы внутри себя ощутили снова детьми. И чтобы это помогло нам в грядущем 2020 году прожить иначе, чем в прошлом. В большей радости, беззаботности, открытости. Мы знаем, Господь, что каждый год бывают свои трудности, свои сложности, свои печали. Но я молю, мой Бог, чтобы наше настроение прежде всего было сформировано нашим внутренним единением с Тобой. Чтобы в любой сложной ситуации мы, как маленькие дети, прыгали Тебе на руки, доверяя, что Ты подхватишь нас, что Ты заботишься о нас. Ты собираешь для нас наследство. Мы Твои наследники, Господи. И понимание этого, ощущение этого приносит внутри радость. Да, Господь, мы решаем сложности, мы занимаемся проблемами, но мы не живем проблемами. Мы не живем в этой тоске, печали. Мы живем в радости. Даже когда трудно, даже когда сложно. Мы живем в радости, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Помоги нам извлечь уроки. Из всего, что было в этом уходящем 2019 году. Я желаю, чтобы мы излюбили уроки и Новый год был бы более благословенным, благословенным, более счастливым в нашей жизни. Не потому, что время другое, а потому, что мы будем другими, по-другому относиться, быть как дети. Ибо их есть Царство Небесное. Я также молю, мой Бог за родителей, чтобы мы принимали наших детей, чтобы наши дети росли в любви, чтобы наши дети осознавали, что они интересны нам. Чтобы это помогло им выработать внутри себя уверенность на всю жизнь. Чтобы они были свободными, потому что ощущают себя любимыми, ощущают себя принятыми. Благослови, благослови каждого отца и каждую мать, чтобы мы находили время. Благослови, благослови каждого отца и каждого отца и каждого отца. Слава тебе! Возьми еще руку ближнего, давайте помолимся друг за друга. Всемогущий Господь, спасибо Тебе, Бог, за нашу духовную семью, за то, что мы Твои дети, Твои сыновья и дочери, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем собираться все вместе. Мы можем вместе, Господь, славить Тебя, вместе читать Твое Слово. И я молю, мой Бог, чтобы в нашей церкви было доверие. Мы полагаемся на Тебя, Ты заботишься о нас. Даже когда мы можем это не ощущать, но Ты любишь нас. И Ты все держишь в Своих руках, всю Вселенную. Ни один волос с нашей головы не падает по Твоему недосмотру. Все в Твоих руках. Я молю, чтобы мы не только это знали, но мы внутри себя это ощущали. Мы жили этим. И поэтому, даже когда трудно, чтобы мы оставались беззаботными, решая проблемы, мы не жили этой озабоченной, угрюмой жизнью. Преодолевая сложности, чтобы мы оставались радостными. Потому что Ты с нами. И все эти сложности только тренируют нас. И даже когда нам кажется невыносимо, Ты никогда не допускаешь до Своих детей испытания сверхсил. Мы доверяем Тебе, мы уповаем на Тебя. Мы полагаемся на Тебя. Поэтому радуемся. Поэтому, даже будучи взрослыми, мы можем оставаться беззаботными. Благослови Господь. Благослови. Я также молю, мой Бог, чтобы мы не принимали старость, когда прошлое интереснее настоящего. Спасибо Тебе за прошлое, но мы живем сейчас. Я молю, мой Бог, чтобы мы не позволили зашоренности сузить наш кругозор, чтобы мы оставались открытыми, искренними, любознательными, как дети. Мы так много чего не знаем, Господь. Мы верим, Ты так много еще покажешь нам. Мы сможем так много еще пережить с Тобой. И я молю, мой Бог, за моих братьев и сестер, чтобы мы не ограничивали свою духовную жизнь какими-то стандартами прошлого, стереотипами, клише. Мы были открыты, потому что Ты творишь все новое. Я верю, что Ты будешь творить новые вещи в нашей жизни, в нашей молитвенной жизни, в нашей духовной жизни. Новое, чего мы еще не переживали, не видели, не слышали, и, может быть, даже не мечтали. Но Ты это приготовил, Господь, для любящих Тебя, для открытых, для алчущих и жаждущих правды. И я молю, чтобы мы оставались такими открытыми, чтобы наши глаза, как у детей, блестели, горели, чтобы мы, Бог, жили в этом состоянии открытости, радости, искренности. И какие-то плохие вещи в нашем настроении, пускай будут сиюминутными ситуациями, а радость в нашем постоянном состоянии, чтобы мы не оставались в печали. Но даже опечалившись, огорчившись, жили в радости, в радости. Радовались, видя друг друга, радовались новому дню, радовались тому, что Ты с нами во все дни, за скончание века и сегодня. Мы радуемся, что скоро Рождество, но мы радуемся сегодняшнему дню также. Мы радуемся к грядущим праздникам, но мы радуемся тому, что сегодня происходит. Наполни наше сердце, Господь. Благослови, благослови, благослови. Мы радуемся тому, что спасены, тому, что наши имена записаны в книге жизни, тому, что мы стали частью Божественной Семьи. Мы радуемся тому, что Ты наш Небесный Отец, и мы дети Творца всей Вселенной. Мы радуемся тому, что с нами рядом сидят наши братья и сестры. Мы радуемся, что держим их руки, Господь, сейчас. Мы радуемся, что мы не одни. Мы радуемся, что стали частичками одного тела, церкви, духовной семьи. Мы разные клеточки в этом великом организме. Мы радуемся тому, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. И мы радуемся, что вместе с Тобой мы не умрем. Но и жизни с Тобой на небе мы просто однажды перейдем в жизнь с Тобой на небесах, с земли на небо. Мы радуемся, Господь. Твоей любви все пройдет, а любовь пребудет вовеки. Печаль, мимолетные страдания, все это пройдет. А любовь пребудет вовек. Мы радуемся, что мы можем сейчас ощущать эту великую любовь в Царстве, в которой мы будем вовеки находиться. Мы радуемся, Господь, что наша жизнь озарена Твоим светом, светом грядущего Царства. И мы можем уже и сегодня наслаждаться плодами Духа, любовью, радостью, миром, долготерпением, кротостью. Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе за каждого брата и каждую сестру, Бог. Спасибо Тебе, что с годами мы не превращаемся в циничных, скептичных, недовольных, раздраженных стариков и старух, но мы остаемся внутри Твоими детьми. Мы не теряем связь с этим ребенком внутри нас. Поэтому радуемся, поэтому можем торжествовать, поэтому можем улыбаться не только в празднике, но и в будни, не только перед Рождеством, но и после Рождества. Мы можем радоваться всегда. Всегда. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Честь и хвала! Слава Тебе! Честь и хвала! Слава Тебе! Субтитры создавал DimaTorzok